всем привет добрался я наконец-то до дверных карт дверные карты можно снимать по нескольким причинам 1 можно разбить дверь и начать ее ремонтировать но это не ко мне слава богу вторая причина это шумоизоляция либо замена динамиков вот как раз к этой теме я и подошел подошел я потому что но после бмв явно в салоне икса шумнее намного шумнее кто пересаживается после какого-нибудь уазика или недорогой на марке в x 55 у тех как бы все ништяка им нравится все хорошо но после пятерки бмв 39 кузове здесь явно шумно шумно и музыка не очень сейчас посмотрим зашумлю я дверь если станет лучше то может быть даже акустику трогать не буду пока так начинаем вот с болтиков ну скорее всего это шурупы вот шуруп здесь вот здесь заглушка под шуруп вот заглушка под шуруп там шуруп заглушки уже все снял вот заглушка и пока вроде все внутри ручки двери под вот такой накладочкой есть еще один шуруп чтобы открыть доступ к нему надо снять накладку пластику ее можно снять так открыл держишь ручку вот так в открытом положении и можно будет тонкими плоскогубцами вот за это место захватиться и дернуть ее резко вот какие зажимы здесь все и теперь откручиваем этот шуруп на многих видео я уже говорил об этом по иксу мне нравится то что у них вот одинаковый крепеж в основном не надо выпендриваться обычная отвертка никаких торксов шморксов три шурупа одинаковый один маленький но здесь вот явно место меньше ни с чем не перепутаешь это очень удобно спасибо инженерам приятно с такой машиной работать по шурупам кажись все теперь надо сдернуть пистон чтобы сдернуть вот здесь внизу они молодцы красавцы сделали вот такую штучку можно какой-нибудь вот такой монтажкой специальный пластиковый либо что-то подсунуть начать дергать и вот здесь вот воздуховод он вообще хорошо под руку ложится аккуратно лишнего не ломая начинаем с этой стороны потом низ эта страна низ и целиком дальше карта отщелкивается по кругу аккуратно пистоны очень хорошие надежные вот здесь вот специальный пазик дверь с него снимается верни карта с двери снимается наверх после того как вы снимете карту кстати повторю вот эту штуку я тоже снял она просто поддевается сверху здесь нижние защелки сам динамик разъем у него вот такой вот достаточно простой вот язычок сжимаем вот видно видно что руки не мы ты так видно крючок сам он уходит и снимается динамик это так для себя снял удобнее чтобы было работать дальше я не стал отсоединять тросы мне показалось легче открутить вот эти пять болтов которые винтов вернее шурупов которые крепят ручку чем пытаться здесь подлезть но они опять же почти все стандартные там на карте верхний был вот такой почему-то интересные остальные вот такие вот ну его там легко вычислить под картой прежде чем я полностью можно будет убрать надо будет вот такие разъемы электрические отсоединить но скажу что здесь ничего сложного нет вот язычки вот крючки также язычок крючок все нажимаем крючок и зацепление выходит и все здесь вот такая же фигня вот они просто надо найти этот язычок не пытаться давить на все подряд эти язычок продавить его и разъем сойдет все теперь приходит черед вот этой металлической дверной панели следующий этап опять ничего сложного вот эти болты подключена 10 по периметру откручиваем по очереди крутящий момент рулит или выламывать руку помимо всего прочего чтобы снять вот эту штуку накладку внутреннюю придется отцепить стеклоподъемника от вот этой панели от окна здесь сделаны два лючка 1 2 там подключена 10 удобнее трубочкой орудовать но надо припустить приспустить окно окно приспускается только когда вот этот штекер подключен блока управления я подумал как у многих просто с водительской двери чик-чик отпустить но без подключения к блока управления он не отпускается здесь надо отпустить ну вот рука где-то лезет тогда они становятся на уровне можно было это сделать заранее чтобы не подключать карту два раза после того как я открутил эти болтики дальше два варианта либо поднять стекло само чтобы оно ушло из креплений либо опустить стеклоподъемник стекло я заранее проклеил чтобы она не вывалилась и один работаю если бы вдвоем по первому пути пошел поэтому я просто опустил стеклоподъемник они зашли вышли из зацепления вот сейчас можно будет попробовать снять карту так теперь просто придется рассказать о том что не вошло в кадр потому что работаю один некому помогать даже вот неудобно это пришлось откручивать замок потому что он та часть замка ведь вот весь этот механизм он на клепках ну зачем они так сделали я не знаю наверное оптимизация замок вот раз два три плюс вот здесь вот под ключ на 10 здесь это такая пластиковая защелка пластиковая резиновая какая-то потом вот здесь снимается эта штучка вот так здесь болтик под отвертку или под ключ на 8 разъем отсоединяется вытягивается немножко отсоединяется все это дело туда проваливается но может упасть потом вот эти нижние штучки стеклоподъемников здесь и вон там у них конечно смажу но не об этом речь они вот туда проваливаются и то есть надо сначала поднять и чуть-чуть вниз вытащить сдвинуть карту туда и придется все таки вот несколько этих клипс разъединил клипсы смотрите они такие несколько не такие которым я лично привык здесь ушки у нее раздвигающиеся с боков не вот с торцов как у наших клипс советских российских или там я уж не знаю какие японские какими крюки я даже не обращал внимание вот они по длинной части клипсы ну так с виду они конечно с прорезиненной штучкой вот очень классно смотрятся надежно все дверь я расковырял я рад этому хотя пришлось немножко больше сделать чем я думал стекло кстати я поднял выше чтобы не мешало снимать но переклеил скотч потому что она начинает мешать потом к сожалению я делал это один и здесь есть небольшая опасность того что все-таки уронить можно стекло это она дорогое наверное и разбить стекло вообще это не вариант так я извиняюсь если что-то забыл сказать потому что видите сами приходится снимать и работать за двоих поэтому дополняйте если что-то забыла так вроде старался все рассказать подробно чтобы ничего не сломать когда вы сами пытаетесь это сделать